Одним из способов решения задач, стоящих перед обществом в связи с распространением наркотиков, стала организация горячих телефонных линий по оказанию консультативной помощи наркологическим больным и их родственникам. Основные вопросы, которые задают обращающиеся, это вопросы доступности оказания наркологической помощи. Можно ли записаться на прием, как попасть на прием к врачу, каким образом проводится лечение амбулаторное, стационарное, где можно пройти реабилитацию в Московской области. Кроме того, опытный сотрудник наркологического диспансера может оказать, когда это необходимо, и психологическую помощь. Тем более, что именно молодые люди, попав в наркотическую зависимость, остаются с проблемой один на один. Проблема очень актуальна. Сейчас очень много препаратов психоактивных, как вы знаете, которые в основном изготавливаются кустарным способом. И наиболее опасны, особенно для молодежи. Специалисты отмечают, что важным плюсом такой консультации является анонимность. В таком статусе люди охотнее идут на контакт и подробнее рассказывают о проблемах, с которыми столкнулись. Мы отвечаем на все телефонные звонки, мы не спрашиваем ни фамилии, ни отчества, спрашиваем только суть проблемы. Но особенность телефонной линии в том, что мы не можем ответить на все интересующиеся вопросы и всегда приглашаем на прием. При этом очную консультацию врача также можно получить анонимно, без постановки на учет. Работа горячей линии оказалась очень эффективной. По свидетельству врачей, после разговора по телефону практически все звонившие приходят в диспансер для проведения обследования и дальнейшего лечения. Продолжение следует...